Почти 70 миллионов рублей должны 22 предприятия Чувашии своим работникам. Сегодня в правительстве республики состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы. Особое внимание власти уделили многомиллионным должникам. Тему продолжит Рифат Фаткулин. Вопрос своевременной выплаты заработной платы – тема чувствительная. Ситуация в этой сфере ежемесячно анализируется и находится на постоянном контроле главы республики. Первоочередная задача – не допустить роста задолженности. На очередном заседании комиссии рассмотрели конкретные факты. Например, завод автокомпонентов «Элма» задолжала почти 15 миллионов рублей своим 230 рабочим. Кроме того, имелась задолженность по заработной плате перед вольными работниками в сумме 2,2 миллиона рублей. За нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, юридическое лицо ООО «Элма» привлечено к административной ответственности в виде штрафа по части 6 статьи 5.27 КОАП РФ штрафа в размере 35 тысяч рублей. Заместитель директора по финансово-экономике стулов штрафа в размере 10 тысяч рублей. На сегодняшний день производство остановлено. Часть сотрудников уволились. Причины объяснил генеральный директор. Закупка материалов шла в долг, то есть со срочкой платежа, а продажи шли на предоплатах. В связи с тем, что объем резко упал, то есть в октябре мы должны были получить 30 миллионов, получили 22, в ноябре вместо 33 получили 12 и в декабре вместо 25 получили 7. Все это сбило наш темп и, в общем, пошла чекарда с платежами. Руководство пытается решить проблемы путем кооперации с ведущими предприятиями России. И мы сегодня провели переговоры с двумя заводами, это Барнаул Трансмаш и КАМАЗ, которым необходимы определенные генераторы, которые делаем только мы. Под это решение мы подвели, так сказать, все действия. Я думаю, что вот с 1 апреля мы этот проект запускаем. Это позволит запустить производство. На повестке дня и неформальная занятость в Чувашии. Из-за серых зарплат и нелегального труда страдают местные бюджеты, а также фонды социального и медицинского страхования, пенсионный фонд. Только в прошлом году из Сени было выведено 30 тысяч работников. Торговля, общественное питание, транспорт, строительство. Сегодня за нелегалами следят практически во всех отраслях. Только по текущему году, январю-марту, за два с половиной месяца, мы организовали во всех муниципалитетах наших, в районах и в городах заседание комиссии по заслушиванию предпринимателей, допустивших, ну вернее имеющих признаки неформальной занятости. Это более чем 470 субъектов малосреднего бизнеса. Подводя итоги заседания, Михаил Игнатьев подчеркнул, вопрос выплаты долгов по заработной плате должен находиться на непрерывном контроле республиканских и муниципальных властей. Рифат Фаткулин, Олеся Русакова, Денис Ноздрюгин, Республика.